Музыканты, художники и танцоры 20 одаренных детей Саратова стали лауреатами премии «Юные дарования». В качестве поощрения они получили дипломы и денежные вознаграждения от главы городской администрации. Подробнее смотрите в сюжете Анастасии Куклевой. В руках 14-летней Владык силофон в буквальном смысле оживает. По деревянным клавишам-малетами она перебирает настолько быстро, что произведения Чайковского в ее исполнении звучат виртуозно. Премию главы города девушка получает уже во второй раз. Говорит, на полученные деньги купит новый музыкальный инструмент. Мама у меня музыкант, и в принципе я уже с рождения ходила в музыкальную школу. Но с трех лет я вообще пою в народном хоре, а там дальше уже так повелось, что меня определили на фортепианной и ударной. Мэровскую премию я получаю второй раз. Также я являюсь лауреатом губернаторской стипендии. Еще я занесена в книгу «Одаренные дети России» и получила «Одаренные дети России» премию тоже. Вместе с Владой стипендию получили еще 20 юных дарований по основным направлениям. Фортепиано, классическая гитара, духовые и ударные инструменты, а также хореография. Через маленькую полиску, две копейки, две веки, две веки, две веки. Эти юные дарования – будущее нашего города. Именно от их способностей зависит, каким будет Саратов. Поэтому городские власти продолжают оказывать молодежи всестороннюю помощь и поддержку. Эта премия очень нужная, потому что в наше тяжелое время сейчас, даже про мою ученицу могу рассказать, сейчас очень дорогие инструменты. И не каждый талантливый ребенок может купить себе хороший настоящий инструмент. Поэтому эта премия дает очень большую помощь родителям и детям для того, чтобы они могли купить то, что они хотят. И нужно для учебы. Премия главы администрации «Юные дарования» выплачивается уже 11 лет. За это время награды получили свыше 165 юных талантов города. В этом году в рамках мероприятия стипендиаты получили дипломы и денежные вознаграждения в размере 20 тысяч рублей.